Ой, я боюсь уже. Смотрите, они что-то закупоривают. А вдруг мы тут заутонем? Вообще просто заливают всё. Ребята, всем привет. С вами из осеннего, по-осеннему, хотя тепло, Крыма Алена Бордовская. Я сейчас нахожусь, знаете, где? Где-где-где, чтобы вы поняли. На Химовском училище нашем. И сегодня в училище Нахимова день открытых дверей. В общем, я как СМИ здесь от Форпост. Форпост спасибо большое за пропуск. Иду всё узнавать. Вот этот Чубака самый смешной. Это у вас такой костюм, чтобы прятаться? Да. И как, помогает? Помогает. Вообще, вы прям как мухом заросли. Вот самое интересное, что я могу тут предложить из грозного оружия, которое здесь представлено, из артиллерийского. Так это реактивная артиллерийская система. ГРАД. ГРАД, да. Вот, на базе КАМАЗа идёт у нас. Дальность её 20 километров 400 метров. Столовка предназначена для поражения легко бронированной техники, а также низколетящих целей. Эти машины, танки и вся военная техника здесь не всегда? БТРы, да. Это просто для выставки, да, сюда прислан? Да, да, пригнают частей. Вот это, кстати, БТР-82, а это 80, БТР-80. Видите, они разницы. И какой круче? Наверное, 82. Да, там необитаемая башня, а тут башня обитаемая получается. Господи, как остро. Какая-то тут... Это камера, заканчивая, там у вас только с ней можно под водой. Где камера? Вот эта? Вот эта, а камера как у вас только под водой. Да, уж вообще, как у меня. У меня маленькая. Вот такая. Вот. Тут чё только нету. А тут идёт агитация. Пункт отбора на воинскую службу. Вот такие стандартные кассы, в принципе. Очень много однотипных сумок. Что бы они значили, я не знаю. Документация. Вот так выглядит компьютерный класс. Добрый день. У вас тут плоские экраны. Правильное, правильное запрещено вообще на тебе. Игры нельзя, флешки тоже нельзя, только то, что зарегистрировано в училище службы защиты государственной тайны. Просто так, сюда ничего не всунут, выиграть не поиграть, и нечего смотреть. Они строго для обучения и работы, ну, в офисных программах. Вот информирование и досуга. Здесь вот есть рыбки. Живые. Здесь должен был быть телевизор, но его куда-то сейчас пока отдали. И сам человек, который сюда экскурсию ввод, назвал её чайной. Тут реально есть чайник, есть чай. Вот они тут пьют чай. Их так много, оказывается, учатся. Вот это да. А что он тут стоит? Дежурная вахта на службу. Ох ты. Ещё куртки. Да, много здесь людей. Ой, вот прям здесь спят. Да, не дай бог кому-то храпеть тут. Ну, молодые, чё храпеть. Храпят-то в основном уже взрослые. Тапочки резиновые. О, можно посмотреть, что в тумбочке. Мыло, щётка. Всё так аккуратно, красиво. Это только сегодня так или всегда? Всегда. Ежедневный порядок. А это их портфели? Это именно с этими сумками уходим на парк. Я просто смотрела, в классах они висели. Чьи-то. Получается, общая казарма на два курса. Вот тут вот первый курс. Слушай, первокурсникам быть удобнее. Тут как будто поменьше людей храпит рядом, сопит. Мои, так поменьше людей. Да. Вот ещё один первый курс тут сопит поменьше. И вот это вот большое помещение. Это всё второкурсники. Тут сопят друг другу в ухо. А как лучше? Наверху спать или внизу? Кому как нравится. А, кому как нравится, да? В тумбочках что тут лежит? Щётки, какие-то порошки. Наверное, стиральные. А, собственность солдата. Пожарная безопасность здесь обязательно. Информационный стенд. Что самое интересное, совсем не пахнет ножками и потом. А столько мужчин в одном месте. А тут хранятся, что бы вы думали, прям за замком телефоны. Выдаются они с 8 до 9, чтобы с близкими поговорить. Причём телефоны, заметьте, фиг в интернет выйдешь. Какие там инстаграмы, одноклассники. Я тут спросила, оказывается, тут нету фотокамер и флешки, чтобы нельзя было гостайну вынести или сфотографировать. Вот тогда всё схвачено. Комната для умывания. Как я говорю, всегда нужно смотреть туалет. Надо же, стиральная машинка. Всё намыто здесь. Так, я надеюсь, мужчин тут нет. Тут вот они умываются. Проверяем чистоту раковин. Тут чистенько. Тут налётик. Непорядок. Сейчас скажут женщина, вы что тут делаете. О, вот тут всё чисто. Наверное, то просто ничейная раковина. Ой, душ. Наверное, тут прохладно мыться. Ну, что же делать. Да, здравствуйте. Это у вас завтраки, обеды и ужины такие, да, здесь? Нет, да. А, шведский стол. Шведский? Да, ну, шведский стол. Мы подошли, допустим, у нас на раздаче есть макароны, либо есть три. То есть мы можем подойти, выбрать либо макароны, либо... А, ну, понятно. Шведский стол из двух блюд. Ну, не только из двух. Допустим, вот здесь бывает иногда ещё гречка. То есть, ну, предоставляется рацион питания. Рацион питания, как бы, зависит от дня. А сколько раз в день кушают? Три раза в день. Завтрак, обед, уже кушают. А там всякие полдники? Ну, это нескуски. Кефирчик перед сном. Нет, да. Понятно. А есть какие-нибудь там наряды по столовой, там? Помыть посуду, там, почистить картошку? Нет, так что уже как раз в то время. А, всё, уже нанимаются тут у вас. Сработают поварихи, да? Да, у нас сработают поварихи, которые всё это приготовят. А, вот, кстати, наши армейские сухпаки я как-то снимала. Видео, но, наверное, был просрочен, потому что мне не понравилось. И потом мне в комментариях так, ай-яй-яй, сделали. Надо будет ещё раз купить свеженький и попробовать. Я, по-моему, пробовала РП5. Пятый вон у нас в конце. А, пятый в самом конце. А, их семь на семь дней недели, да? Да, да. Но надо будет купить и попробовать ещё разочек. Потому что вот сейчас меня тут окружили и говорят, что они реально вкусные. Особенно если перемешать вот это, вот это, вот это и добавить жирку, то вообще, говорят, вкусно будет. Я сейчас буду пробовать чай. Во-первых, он прозрачненький. Я помню, у нас в школе был такой чёрный-чёрный чай. Сейчас на вкус. Ой, по мне сильно сладкий. Обратите внимание, ещё кружки какие. И тарелки такие же фирменные, говорят. Теперь мне захотелось такую кружку домой. Какое лазурное море сегодня. И вот какое-то водолазное оборудование. Ой, а что это у вас тут за барокамеры? Здравствуйте. Нет. Заходить можно? А вы меня здесь не закройте? Не закупорите? Нет. Ого, а что это такое? Нет, серьёзно, барокамера? Я чего, не ошиблась, что ли? О! А, не собрано, ничего себе. Так вот, как выглядит барокамера. Это, короче, если кто-то не знает, если из глубины человека выбросило, то здесь его стабилизируют. Вот так вот раз нажал красную кнопку, как в фильме, только не нажимай красную кнопку! И ничего не случилось. Ничего себе! Короче, прикиньте, для подъёмной съёмки, для подводной, господи, подъёмной, для подводной съёмки, камера на колёсиках, да, типа робота? На пульте управления Короче, есть у меня квадрокоптер А, эта штука еще круче Водокоптер Точно Тяжело вам? 70 килограмм? Так я вешу 50 Вы че? А это вообще Как из фильма Немо Сколько весит она? 23 килограмма 23 килограмма, это половина моего веса Внимание, коронный номер Я ничего не... Нормально так Но вы придерживали по-любому Я тут пока ходила И тут смотрю такая Бабам Чувак висит на маршруте Он вообще настоящий, нет? Это человек? Нет, это живой человек? Вы че? Это кукла И вот парашют Что-то тут, наверное, тренируют Но только что я не знаю Смотрите Какая компания Вот это романтик у вас Сразу видно, любовь Че только не творится тут у них, а? С тобой и гляди Сейчас курсанта с русалкой встретим Короче, я тут зашла А тут Говорит Провинившихся студентов Говорит, затапливаю На самом деле Они там отрабатывают Вот там вот где-то Здесь подается вода В случайном порядке вода подается? Конечно Где захотите, да? Да А, понятно И они там начинают бегать В них вода Там все дела И они должны пробоину заделать Сейчас попробую вниз спуститься Но там сейчас все мокрое Они уже там чего-то заделывали Пробоину А, давайте продемонстрируй Сейчас подемонстрируй Аккуратно Вау, только без меня демонстрируйте Ух! Головой аккуратно Невысокий Я аккуратно Блин, сейчас, короче, будет вода Короче, я стояла вот там Хотела посмотреть, как они заделывают пробоину Но они решили меня сюда Ой, я боюсь уже Смотрите, они что-то закупоривают А вдруг мы тут утонем? А мы все заделаем Блин, мы же все закупорены прям Ах! Ужас какой-то Ой, блин, что-то зашумело Да что еще? Ах! Давайте, Серега! Давай, парни, что это просто Здесь, 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 здесь Здесь, здесь, здесь Здесь, здесь, здесь А для, по-моему, улучшен сзор Сейчас они будут тренироваться И ее заделывать Ужас какой-то Что происходит? Быстро работает Ах! Еще пошла вода Ребята, давайте быстрее А то мы все умрем По-верх Ааа, все через верх Иначе с меня не попала вода Смотрите как Вообще просто заливает все Как нас по-настоящему И вот тут все так текло Вот смотрите какие-то специальные штуки Которые заделывают эти пробоины Вот они сейчас разбирают Ребята Спасибо, что спасли мне жизнь Страна вас не забудет Сверху вид на море Сверху вид на море Еще красивее И мы поднялись Тут бассейн, говорят Ну и нет тут бассейн Ааа, вот он бассейн Ну выглядит он не так романтично Нет шезлонгов, пальм И белых полотенец Тут стоят Дежурный по факультету Дежурный по факультету Ничего себе Прям целая кабинка у него Ай, какая тут чайная Не то, что в том корпусе И, а это что у вас здесь такое? Ааа, смотрите какие они красивые Все беленькие Обратите внимание, что совсем нет дверей Абсолютно совершенно нет дверей Ну специально, наверное, чтобы было видно Кто чем занят Так раз Зашел Через пять Поверил, ушел Светло, красиво Тут форма висит Госпиталь Почему госпиталь? Не понятно Обратите внимание, какие у них твердые кровати Наверное, чтобы позвоночник не болел Хотя с матрасом мягче Я тут следы оставила Его сейчас оштрафуют вдруг Тренажерный зал Физкультура Ой, какие тут детки После чего заходили У нас была вечерняя проверка Вечерний туалет И отбор Себута, воскресенье Все? А то иди еще На этом этаже есть, типа, как информационный класс Огромный просто телевизор И знаете, что мне тут понравилось? Балалайка в углу Это на случай, если придет медведь в шапке-ушанке Так что все про Россию, правда Балалайки у нас есть Пришла Сейчас через пять минут начнутся показательные выступления Рукопашный бой и стрельба О, солдатики пошли Действия происходят У нас тут диверсанты Электроника Убежат Тебе страшно? Угу Аж в жару бросила Какая-то дымовуха Смотрите Капец, смотрите какой огромный вертолет И он рабочий Оказывается, здесь еще и на вертолетах можно научиться О, так выглядит вертолет изнутри Кабинка там И тут много детей И много тумблеров Господи, сколько здесь всяких приборов Это ж с ума сойти Все выучит Короче, опять стрельба Это диверсионная группа И сейчас будет Ой, они в меня что-то стреляют? Там стреляют Ух ты, поплыли А, вот там оттуда стреляют А эти такие плывут Нифига тебе Они какие-то пушки из-под воды достали Офигеть А там вот в парке просто люди гуляли в этот момент Капец вообще Чем там из воды таким шпаляют-то Подожди-то, где наши-то тогда? Ничего не видно Но там что-то происходит Короче, по-любому наши выиграли Ой, как яхту наклоняет Она сейчас не перевернется Смотри, как Ой, 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 как страшно-страшно Точно? Ужас Что снимает? Надпись Мне кажется, это отличная надпись Золотые слова Есть такая профессия Родину защищать Очень мне нравится Я вообще Я горжусь нашей страной Я горжусь того, что в нашей стране Есть такое училище С такими славными ребятами Что еще хочется добавить? Ну, там интересные есть моменты На втором курсе они уже подписывают контракт И чем выше у них балл Тем у них круче контракт И, в общем, ну, получают там какую-то стипендию Очень мне понравилось Тебе как, Настя, понравилось на Химовском? Вообще отлично Я говорю, все, короче Нужно срочно рожать сына, чтобы отправить его Там, оказывается, так классно Я думала, они просто учатся, там живут А там, на самом деле, во-первых, все условия Во-вторых, там Там так интересно Если будет еще день открытых дверей на Химовском То я вам советую вообще не пропускать Это действительно интересное мероприятие И так жалко, что там так мало людей было И так круто, что я туда смогла попасть Спасибо Форпосту И спасибо Виктору Чижевскому Который провел всю экскурсию Ну все, друзья С душой из Крыма С вами сегодня была Алена Бордовская Всем пока Люблю вас Спасибо